Дорогие друзья, здравствуйте! И сегодня я покажу вам, как построить свою натальную карту и даже посмотреть некоторые расшифровки к ней, прокомментируя, что это за расшифровки, на что следует обратить внимание. Ну давайте сначала познакомимся, меня зовут Лиля, это мой профиль в инстаграме, он называется «Ты просто космос», я очень рекомендую вам на него зайти и как минимум вот сюда по ссылочке ткнуть, получить бесплатный урок по прогнозированию будущего. Здесь у меня очень много полезной информации, здесь записи полезных эфиров, здесь примеры Венеры в знаках, а вы когда построите карту, поймете, в каком знаке у вас Венера. А здесь я рассказываю достаточно понятно на пальцах, что такое астрология и почему это не гороскопы про знаки Зодиака, и почему не стоит верить гороскопам про знаки Зодиака. Ну и вообще в целом у меня здесь очень интересно. Но давайте перейдем к делу, видео будет достаточно короткое, и я не отниму у вас много времени. Для начала нам необходимо найти сайт под названием «Sotis Online», «Sotis Online.ru». На самом деле вы можете в любом поисковике ввести «Sotis Online.ru», и первая, как правило, ссылка – это именно ссылка на эту программу. Вообще «Sotis Online» введите, и он вам выдаст. Это можно делать с телефона или с компьютера. Если вы забьете с телефона, то как только у вас открылся сайт, вам нужно будет нажать вот на эту букву «Z». Это «Если с телефона». Если с компьютера, то вы нажимаете «Гороскоп», «Создать новый», «Одинарная карта», и дальше будете вводить данные. С телефона вы когда нажмете на желтую букву «Z», вам также будет там написано «Гороскоп», «Создать новый», то есть все то же самое. Интерфейс очень простецкий. Здесь у вас будет стоять тип карты «Натал», вы ничего не меняете. Здесь буква «М» и «Вумен», ну, как бы, это вообще не обязательно менять. Можно не менять, хотите поменять, если вас смущает. Здесь, как правило, можно написать свое имя, это тоже не обязательно. Здесь мы вводим дату рождения, и вы вводите свою дату рождения, вводите время рождения свое. Если вы не знаете время рождения, не страшно, вы можете нажать галочку «Космограмма», но если вы время рождения знаете, хотя бы примерно уберите эту галочку, она не нужна тогда. То есть, еще раз, да, мы ставим галочку «Космограмма» только в том случае, если мы не знаем время рождения. В остальном случае мы не трогаем вообще эту галочку, а просто проставляем свое время рождения. Место рождения мы ставим, то место рождения, где мы родились, да, там, например, вот пускай будет Волгоград. Если вашего места рождения нету в этом списке, вы начали вводить, и видите, что его нету, ничего страшного, введите ближайший населенный пункт, крупный к этому месту, главное, чтобы он вообще был, чтобы вы, конечно, если вы где-нибудь в лесу, и в радиусе, там, 500 километров нету городов, но я думаю, таких ситуаций не будет, всегда есть какой-то ближайший город, вводите его, это не большая погрешность. Далее мы нажимаем кнопку ОК, и у нас вот такая вот вылезает карта, на первый взгляд, непонятная, и странная, но ничего странного и непонятного здесь нет, для астролога, конечно, для человека, который первый раз видит, сначала она становится странной, потом ты удивляешься, как можно легко ее расшифровать, а первое, что нам необходимо будет обязательно выписать, это обозначение вот этих вот подковок, они всегда стоят друг напротив друга, и это называется кету, это называется раху, нам нужно это будет для нашего с вами вебинара, и здесь, во-первых, нам нужно будет понять, в каком они доме стоят, это легко, я сейчас объясню, и во-вторых, нужно будет понять их знак, это еще легче. Смотрите, вот эти подковки, вот здесь сбоку значочки, да, написаны, вам необходимо найти эти два значочка, вот они, и посмотреть, один значочек стоит во льве, это у нас раху, мы выписываем раху в знаке льва у меня, дальше кету в знаке водолея у меня, с телефона все то же самое, просто вы там подвигаете картинку, увидите, что есть и вот такая вот табличка на этой же странице, где ваша карта. Все, выписали знак, значит, подписали кету в водолее, раху во льве, я буду на вебинаре про это подробно рассказывать, и про периоды какие-то говорить и все остальное, обязательно выпишите. Далее вы выписываете дом, а как определяется дом, на самом деле легко, вам необходимо просто-напросто посмотреть, между какими палочками с римскими цифрами стоит эта подковка, в данном случае она стоит между цифрами АС, первый дом, да, вот она, римская цифра, вы когда наводите, вот он, первый дом, и до цифры 2, то есть это пространство первого дома. Далее идет пространство второго дома, от цифрки 2 римской до цифрки 3, и далее пространство третьего дома, от цифры 3 римской до букв ИС, это четвертый дом, и так далее, то есть это четвертый дом по вот этим палочкам, это пятый дом, это шестой дом, это седьмой дом, от цифры 7 римской, если мы наведем, мы увидим, что цифра 7 римская, она называется буквами ДС, до цифры 8 римской, то есть у нас получается, здесь кету находится в первом доме, а раху находится в седьмом доме. Это очень легко определить, если вы сейчас внимательно меня слушали, то вы поняли, что по вот этим палочкам от римской цифры до римской цифры, римская это когда вот так вот палочками именно написано, кто не знает, а не арабские цифры, к которым мы привыкли, вот тут видите написано 2-2, это градус, не надо на это обращать внимания, а именно римские они обозначают дома в астрологии. Единственное, что 4 дома обозначаются в астрологии буквами, но если мы наводим, он нам подписывает. Первый дом это АС, обозначается 4-й ИС, 7-й дом ДС и 10-й дом МС. Ну и в это не надо вникать, если навели мышечкой, все вам он показывает, но это логично, что от 9-го до палочки вот этой вот это будет 10-й дом, да, и так далее. Вот то есть это все у нас пространство дома, вы для себя выписываете, в каком доме и в каком знаке находится ваш Кету и Раху. У кого-то они будут прямо на границе домов, вы можете сразу 2 дома выписать, то есть если она у вас прямо на палочке, вот тут прям стоит, и вы не поймете, к какому дому это относится, к 8-му или к 7-му, ну выпишите оба, мы на вебинаре про это тоже еще поговорим. Далее, как нам посмотреть расшифровку своей натальной карты? Я сразу хочу сказать, что все вот эти бесплатные сервисы, например, сайт Сотис, есть много других сайтов тоже, которые строят натальную карту, они не, ну как сказать, это не живой человек вам расшифровывает, это просто робот выдает расшифровки, и я не рекомендую к ним относиться так настороженно, там пугаться каких-то моментов или всерьез воспринимать как истину, потому что все-таки это несколько обобщенно, потому что это выдает робот, он не анализирует все вместе, он анализирует отдельными кусками, он не анализирует никакую событийность, он анализирует некие психологические особенности, но это уже лучше, чем простой гороскоп по знаку зодиака, и поэтому мы с вами, если вдруг сидим с телефона, то нажмем на буквочку Z, вот эту вот желтенькую, и у нас вылезет меню, мы там найдем вкладку инструменты, а если мы с компьютера, то мы сразу нажимаем на кнопку инструменты, инструменты, интерпретация, и здесь у нас вот такая большущая интерпретация, которая будет как раз-таки про все подряд, что видно в вашей карте, что я рекомендую почитать, я рекомендую почитать Солнцу и Луну в знаках, можно почитать про Меркурий, Венеру и Марс в знаках, вот это вот начиная с Юпитера, заканчивая Плутоном, читать не рекомендую, можно почитать про Северный узел, но мы про это будем разговаривать на вебинаре более полно, потому что здесь не совсем полно об этом раскрывается, про Лилит тоже не рекомендую читать, Херон тем более не рекомендую, про планеты в домах я рекомендую прочитать, про Солнце, про Луну, да, можно прочитать про Меркурий, про Венеру, опять же и про Марс, остальное, ну прям брать всерьез не рекомендую, но можно, например, от Юпитера до Плутона по домам почитать, вот, кстати, здесь он считает, в каком доме Северный узел, сам вам показывает, но я рекомендую научиться еще самим смотреть. Лилит не надо, про Лилену, про Селену, про Херон и про Зерпину тоже не надо, эта информация не имеет ничего общего с реальностью. Ну и дома в знаках здесь тоже описываются некорректно, поэтому им большое внимание не уделяйте, то же самое, что касается аспектов, здесь это все-таки некорректно описано, и я не рекомендую на это тратить время. То, что интересно действительно может быть и иметь к вам отношение, я вам обозначила, обязательно почитайте, поделитесь этим с друзьями своими, про них почитайте, это уже более адекватная информация, нежели та, которую вы привыкли читать в каких-нибудь журналах Космополитен и так далее. С телефона все отражается точно так же. Вот, если вам это интересно, если вы поняли, как все это случилось, мне кажется, здесь невозможно не понять, тем более так все подробно объясняю, то обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны на мой аккаунт, и здесь мы расшифровываем все эти показатели. Теперь вы всегда можете обратиться к своей карте, нажать инструменты, интерпретация и посмотреть, где, в каких знаках, что у вас находится. Ну а для вебинара, я напоминаю, нам необходимо выписать значение вот этих значков. В каком знаке, в каком доме у вас находятся кету и раху. На вебинаре будет очень интересно, обязательно приходите, мы поговорим о том, что такое предназначение, мы поговорим о том, что такое кармические задачи, мы поговорим о возрасте кармических задач, мы поговорим именно о том, чем отличается предназначение кармической задачи, о том, что нам нужно делать, когда мы идем к этой кармической задаче, и даже попрактикуемся на картах участников вебинара. Такое пропустить нельзя, и, конечно, я жду вас обязательно на этом вебинаре.